здравствуйте мои дорогие друзья и гости моего канала я ольга красикова рада вас приветствовать на своем канале плетем вместе это итоговое видео занятий и уточнение к тому мастер-классу с под счетом рядов во-первых мельницы как оригинальный подарок упаковка под спиртное крышу снимается крыша вот надо делать так лопасти чтобы прием когда ставите вот сюда на то есть сняли надо поставить крышу чтобы ее поставить было просто надо чтоб лопасти были на уровне с крышей серединка здесь плетеная закреплена нитками и приклеена клеем также закреплены нитками лопасти и проклеены высота стакана мельницы получилось 18 половиной сантиметров диаметр стакана наружней 11 сантиметров диаметр подставки подставку подставку мне нравится как мы сделали в мельнице которую плели утром это самое самое мне кажется удобная часть своей мельницы я теперь буду плести так как мне посоветовали на занятиях то есть переднюю часть я просто закрыла а здесь подняла стойки также как поднимаемые при плетении просто заодно подробнее как я это делала все можно посмотреть в за ним на занятиях диаметр 22 с половиной сантиметра сюда хорошо вошли ступочки то есть они не болтаются не считаются здесь на этой мельнице у меня вышло очень маленькое расстояние и поэтому и наверх вышло маленькое расстояние здесь я брала крестовину 3 на 3 в этой крестовина получилось удачнее здесь расстояние между стойками хорошие узор мне тоже понравился это просто сетерц просто сети с двумя трубочками крестовина здесь 2 на 2 до разведения стоек здесь и подъема сама на стакан сплетено 8 рядов после разведения сплетено 12-13 рядов составина будет 2 на 2 то есть наращиваю их вместе места стыка чуть-чуть сдвигаю чтобы не видно было все по два ряда в я сплела добавляю еще одну трубочку и сразу начинаю разводить стоечки веревочка в две трубочки вот закладываю сюда трубочку и прижимаю пальцы чтобы она не выскочила здесь сразу раздвигаю и упала клей по килограмму еще когда только начинал плести там у меня внутри песок а сверху это чтобы сейчас птицам когда будем плести слишком сильно он сжимает и очень сложно потом форму вытащить 10 сантиметров начинала разводить стойки вот она моя гапелька получился на видно первую стойку вот это вот я намечу я отрезаю сейчас раньше какие загибала чё-то на нее одевала сейчас просто обрезаю потому что все остальные не обрезана это будет обрезаны и она не с вас не свалится с нее ничего никуда она не денется добавляю 2 рядышком одну можно сразу чуть-чуть повыше добавлять можно как ляжет значит я поднимаю стоечки и скрепляю верху резинкой чтобы они не мешали среднюю стоечку из трех среднюю чтобы потом легче было разводить 6 до 8 рядов после ситца я наверное сразу разведу стойки закладываю три трубочки и плиту так как веревочек будет туда и обратно 2 закрываю ряд обязательно у меня получается вот отсюда вышла трубочка вот из-за стойки вот она заложила я и с этой не доплетая одну то есть вот отсюда уже вышло до сюда мы дошли все две перед одну за так закрываем веревочку в три трубочки вот она прям видно что здесь она одна поперек лежит вот под нее здесь получается вот видно прям две они это идет уже нет не от этой веревочке вот две нам перекрывают дорогу значит мы под две то есть веревочку в три трубочки обратно и закрывается сначала без просто потом под одну а потом под 2 мне посоветовали вместо загибки здесь я загибку делала а здесь вместо загибки я переделывала перед просто вот внутрь загнула как ну самая простая то есть а здесь вместо того чтобы просто подняла за одну и получились здесь вот будет плетеный забор сразу так сделал двойными трубочками сразу на двойных стоечках вот почему надо обязательно чтобы было при плетении ситцем потому что потом вынуть очень тяжело вниз поставлю вот баночку ну вот в принципе я сейчас померяю я наверно уже бы плела быстро очень классный узор и классно плести двое четырьмя трубочками это четыре ряда сразу так вот отсюда так еще чуть-чуть и все и заканчиваю так все так здесь я получается одно обрежу нижнюю обрежу а верхнюю буду наращивать буду плести окантовочную тоже обратную сначала а потом прямо сейчас начну так начну плести веревочку я обратную потому что следующее будет прямая веревочка сейчас приму обратную плиту так закрываем веревочку в три трубочки плетем обычную веревочку в три трубочки прямую то есть вот поплела и вот к ней укладываю стричок вот она зашла сюда и соседний стоячок к ней укладываю укладываю не сверху а вот именно чтобы она в одной плоскости была рядышком укладываю и его около соседнего стоячка подрезаю отрезала следующую трубочку беру и плиту просто веревочку прямую проплела укладываю к ней следующую стойку обрезаю беру следующую трубочку вот эту вот обрезу укладываю к ней стоячок и смотрю вот здесь вот будет вот эта вот трубочка идти вот здесь вот место на наращивание скроется поэтому буду наращивать вот между стоечками получается обрезаю вот и что ты вот веревочку в три трубочки вот как она идет так я и закрываю сейчас надо эти кончики отрежем то есть две перед как вот мы всегда закрывали 2 перед вот он и узор получается повторяется галочку дело 2 перед 1 за то есть она вот в Продолжение следует... 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 Спасибо вам за внимание. До свидания.